Мои стихи, моя гитара, мы отличная пара, мы счастливая пара, о-о-о, о-о, да. Стихи, гитара, вот именно этого сегодня не ждите, этого ничего не будет, а вот про юмор мы обязательно, дорогие друзья, сегодня поговорим, потому что, как всегда, 6 часов вечера, Страна ФМ, Маш Новая, Майк Войс и гости. Миш, ну скажи, что мы отличная пара после этой песни, как раз таки, ну правда же, всё, мы замечательная пара. Но, друзья, мы не вдвоём сегодня в этой студии, как всегда, наш трон сегодня пустой, так к нам пришла очаровательная девушка. У нас шведская пара, как всегда, всё так. Но по традиции, когда к нам в гости приходят замечательные, шикарные, популярные гости, девчонки, то их представляешь ты, поэтому давай, дерзай. Ольга Савельева, писатель, блогер, у нас сегодня в гостях, приветствуем Ольгу. Ольга, поднимайся, я всё закрою, я всё закрою, брось. Оля, здравствуй, я тебя очень рада видеть приветики. Мы делаем вид, чтобы они не видели зыберку. Не видели. Да, а надо, да, играть у вас? Да, конечно, пожалуйста. Почему вы не предупредили для гостей в коротких юбках, что у вас такое кресло? А потому что... Это про райда. Я объясню, потому что здесь мужчина-ведущий, и видишь, у меня должны быть какие-то бонусы. Я сейчас просто на всю страну покажу стриптиз, неожиданный. А это впервые, кстати, будет у нас. Я понимаю, про рейтинги я всё знаю, я просто была не готова, я бы ещё короче одела, понимаешь? А вот так, но ты же помнишь, что говоришь, снимаем по пояс. Снимаем по пояс. При этом они говорили откуда, снизу или сверху. Не, снимаем власть и по пояс. У нас вот такие правила, да и сидим топ-лис. Нет, не такие правила. Ребята, как называются программы, боже? Странный вечер. Странный вечер, друзья, всё, что будет происходить. Странный вечер, теперь я понимаю, почему я здесь. Там, где я, там вечер автоматически странный. Ну и там же, где Ольга, там и юмор, правильно? Вот эта широкая, яркая улыбка. Вот эта харизма, которая прям не вмещается в рамки нашей студии. Ну и, конечно же, юмор. А давай, что уж там, с нашего вопроса традиционного. Да, давай, традиционного. Да, мы у всех гостей наших узнаём, спрашиваем. И у тебя, естественно, ты как популярный блогер наверняка дашь нам сейчас самый чёткий и точный ответ. Как в аптеке. Как научиться относиться к жизни с юмором? Пожалуйста. Сколько у нас перенометраж и программы? Я готова прям отвечать. Да, давай. Да, на самом деле это очень клёвая тема. Для меня это маркер людей, с которыми я коммуницирую. Вот если он умеет шутить или смеяться над тем, как я шучу, то всё, это мой человек. Мы сразу на одной волне, на волне страны FM, конечно же. А вот везде 9, Москва, 120 в Петербурге. Мне там по сотенке капает, да, за рекламу. Капает, да. Нет, короче, знаете, я очень люблю историю, когда мне спрашивают, как вот ты шутишь, откуда берутся эти шутки. Мне задавали этот вопрос, я давала интервью по телефону. И в этот момент я находилась в гостях у бабушки. Бабушке много лет, и она там, у неё дома стояли, знаете, как вот у всех бабушек, ковёр, диван, там вот какие-то игрушки. А я была с маленьким ребёнком, со своим, и моя дочка, значит, бегала, значит, ну, рядом с этим диваном, увидела пыльного, увидела игрушку льва. И говорят, да, да, я типа хочу игрушку. И бабушка, пытаясь объяснить, почему не даёт игрушку дочке, говорит, Катюш, ну нельзя этого льва, лёва пыльный. И у меня мгновенно просто лёва пыльный. У меня всё, у меня шутка. Я сразу представляю какой-то, знаешь, лёва пыльный, это же, наверное, кто-то, кто шансон играет. Бардовская песня, да, да, у меня, знаешь, у меня Грушинский фестиваль, у меня сразу вот этот вот чернозём под ногтями, сыроежки, и вот этот тёплый коньяк после малежика, я всё это вижу просто, понимаешь, и я такая, лёва пыльный, надо записать, и я всё вот эти вот образы захватаю, всё, и получается забавно. Вот человеку, у которого есть юмор, это вот либо есть, либо нет, мне кажется, это вот прямо научиться нельзя. А, серьёзно? То есть ты думаешь, либо родился, ты с этим чувством юмора, то есть это врождённое, непреобитённое? Да, это про ум. Вот вы замечали, что шутят люди, которые, в принципе, умеют думать. Да, 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 сказали ведущие юмористической передачи, да. Но я уверю в то, что определённый уровень IQ открывает для вас просто вершины юмора. А вот до этого уровня нужно ещё доползти. Добраться. Доползти. А тогда как ползти? Что за путь, что за вектор? Надо захотеть. Надо читать хорошие книги. Надо захотеть. Кстати, и мотивационную литературу в том числе. Ольга, ты же работаешь как раз в этом жанре, мотивируешь людей на что-либо, можешь смотивировать на то, чтобы они научились как-то смеяться над своей жизнью, над своими проблемами, над своими трудностями. Об этом ты говоришь? Слушай, ну я прыгаю в горящее кольцо, конечно, иногда, когда нужно кого-то куда-то смотивировать. Ну, да. Есть у меня такой вот... Я, в принципе, очень весело рассказываю истории. Это вот всё, на самом деле, в этом тоже есть такой вот мой изюм. Но главное ещё выбрать эти истории, потому что я могу анекдот весело рассказать. А иногда я беру какую-то историю, а люди больше всего, знаете, что любят слушать? Истории, где я облажалась. Это просто хит. Это хит. То есть если я где-то ложанула, расскажи об этом. Обязательно... А я ещё умею это делать, знаете, с выходом. А ты про мини-юбку и вступила по этому, самое главное. Я про мини-юбку, знаешь, как занервничала, что сейчас вся страна, понимаешь, узнает все мои тайны, все мои трещинки. Я не готова была. Пока ты обокаиваешь. Вот ты говоришь, что всем реально нравится, что ты облажался и так далее. Многие были у нас здесь в гостях ребята, которые связаны со стендапом. И они говорят, что это, ну, наверное, самая вообще главная основа, на чём строится стендап. Никому не интересно, что у тебя в жизни всё хорошо и всё идеально. Круто, когда что-то не получается, тут ты там что-то сломал, пусть у тебя не получается. А знаете почему? Потому что у нас сейчас век Инстаграма. Инстаграм — это большая потёмкинская деревня, где мы все хотим казаться лучше, чем мы есть. Мы показываем себя в лучшем. Мы обязательно чекинемся в аэропорту. Потому что все должны знать, что я лечу. Я обязательно в ресторане сфотографирую, понимаешь, там свой круассан. Все должны знать, что я в ресторане. Я сегодня выступаю на радио, да попробуйте вы, конечно, я всем расскажу. А если я понимаю, что там час назад вышла, попала под дождь, вышла из магазина, спотыкнулась, упала. У меня порвались там, не знаю что, колготки, пакет с огурцами. Никто в этот момент из лужи не делает селфи и говорит, ребят, ну сегодня как-то так. Потому что мы хотим показать, что мы вот такие неуязвимые. А мы уязвимые. И когда мы облажались, мы как бы говорим, ребят, мы живы. И люди узнают себя и говорят, слушай, а я же тоже так. Мне же тоже было страшно выходить. Я же тоже могу иногда облажаться. И они, люди, похожи как батоны. И они узнают себя и любят тебя за то, что ты несовершенен. Запиши, люди, батоны. Запиши себе. Ну смотри, но получается, что это реально болезнь 21 века. То, что все пытаются быть идеальными клонами. И вот эти девочки, которые бесконечно... Не-не-не, подожди. Это же есть все психологи, говорят, что к ним приходят люди. И они говорят, со мной что-то не так. Я не идеальна. Я сижу в трико с вытянутыми коленками. Я чешу там себе какую-то точку. Ягодицу. А, здесь нельзя, да? Здесь можно только в приличной части тела упоминать. Миша. Дистикулы, я понял. Миша, не ограничивай нашего гостя. Миша, перестань включать цензуру. Да. Пожалуйста. Веди себя прилично. Мечты сбываются, если иметь мужество им следовать. Я просто хотел сказать... Это не его фраза. Не его, это он не стоит. Это он десный. Миша, вот вы зарубились насчет инстаграма, что вот потемкинская деревня. Вот видишь, мы с тобой в этом смысле антиподы. Я уже сколько работаю здесь? Четвертый месяц. Я даже еще не написал в инстаграме, что я там кто-то... Тебя не существует. Меня просто нет. Я реально больна, я больна вот этой болезнью. Я действительно... Вот я сегодня признаюсь, ты единственный человек, кому я могу в этом признаться. Потому что я действительно всегда выкладываю фотки, только красивые, все там идеальные. Где Миша красиво улыбается, где он не размыт. Знаешь, какая ситуация? Что с этим делать? А когда они друг друга перебивают, это нормально? Это нормально. Оль, а ты нас перебиваешь. А ты нас перебиваешь. Нет, я ничего сегодня не скажу. Здорово, что вы даете вставить мне хоть слово. Классно? Ребята, вы клевые, ведущие. Нет, кстати, когда Миша говорил, придет Оля, она не даст тебе сказать ни слова. Готовилась, готовилась. Я за лайком ждала этого дня, и теперь я просто вжимаюсь в кресло, молчу. Оль, на самом деле я вынуждена тебя огорчить, мы должны сейчас уйти на музыкальную паузу. Спасибо, за все замолчат обновременно. Все замолкают, да, друзья. Музыка, танцы, смех, юмор. Танцевать можно? Да, после паузы. Поехали. Ты приглашаешь меня? Да. Так-то точно. Так тоже можно. Ну что ж, дорогие друзья, продолжается ежедневное вечернее юмористическое шоу Подкаблучник FM. Собственно, вот я под каблуком, сегодня у меня в гостях две пары восхитительных ног, и мы продолжаем. Маш новая, Ольга Савельева. Вы обратили внимание, я ногу свою не поставила никуда. Почему? Я прилежная жена. Меня сейчас муж смотрит, нельзя. Вы знаете, Ольга, я даже сказал на вы сразу. Сразу на вы сразу. А Маша, а Маша, поэтому и сказала, меня муж смотрит на ногу, понимаешь? Что ты знала? Разные подходы, разные подходы к семейной жизни. Оль, ну вот, собственно, в прошлом выходе мы говорили о том, что, чтобы быть популярным блогером, надо рассказывать о том, какие траблы и фейлы с тобой происходили в жизни. Ну, это действительно, сейчас от этого никуда не уедешь, и людям реально нравится следить за неудачами других людей. Что с тобой в жизни происходило? Ну, вот такого прям, знаешь? Что с тобой не так, да? Вот из ряда, вот из ряда вон выходящего. А вот о чем ты написала? Ой, слушайте, у меня вот как раз я на своих лекциях рассказываю мою любимую историю. Я с удовольствием расскажу, она длится ровно две минуты. У нас же есть только две минуты? У нас только две есть. У нас только две есть. Ты засекай. Засекай. Не, просто я мотивирующий лектор, да? Я веду эти лекции, и я к ним привыкла. Ты меня ночью разбуди, я легко ее расскажу. И вот в какой-то момент, когда у меня уже аудитории, ну, очень много, я уже всех их, понимаешь, обояла, я со всеми могу, все, я лекцию свою знаю наизусть. Однажды я читаю, значит, лекцию, а я, вы видите, человек такой эмоциональный, я обязательно, вот у меня невербалико участок, у меня руки обязательно ходят, вот это все. Как хорошо, что у нас и телевизор, так? Да, да, да. И я вот такая вот себе эмоциональная. И вот однажды я веду лекцию, и в самом конце зала сидит женщина в закрытой позе, она вот полностью закрылась, и видно, что я ей не нравлюсь. Вот прям видно, что я ее раздражаю. И в момент, когда я там на самой середине фразы, я так распалилась, говорю, ребята, и вот тогда начинается. И она вдруг так говорит, прям с самого вот угла, она говорит, а у вас все нормально с щитовидкой? Почему? С щитовидкой, я просто врезалась в вопрос, потому что, ну, во-первых, это было невежливо, ну, согласитесь, да? Ну, если так резко, то, конечно, да. Честно говоря, я вообще не понял. Что у меня с щитовидкой она спросила? Ну, даже, это примерно если я тебя сейчас попрошу соль передать, это вообще к чему? Да, да, нет, вот, я тоже самая, я, во-первых, растерялась, и, во-первых, я читала учебники, как нужно обаять зал, и там ни в коем случае нельзя бычить, и нельзя говорить, слышь, ты что, проболела курсу воспитанности? Вот это все нельзя. Поэтому я с удружной растерялась, и говорю, а почему вы спрашиваете? Да, просто я смотрю, вот у меня у мужа были проблемы с щитовидкой, он также был нездорово оживлен. То есть, понимаешь, она у меня прям диагнозы шьет, понимаешь, нездорово оживлен. Я опять судорожно думала. Это явно сказление. А надо выводить на юмор, а как? Это, понимаешь, легко сказать выводить. Задним умом, знаешь, только раз я вывела ее на юмор. А в тот момент я стою, растерялась, и говорю, ну, хоть успокойте меня, что это лечится. Я прям занервничала. Ага. И она такая, говорит, ну, не знаю, лечится, не лечится, мой муж умер. Серьезно. И я просто, я просто, я так растерялась. Почему ты так комично сейчас слушаешь? Серьезно, слушай, и мы меня прям потеряли на какое-то время, потому что это же всегда энергетика, связь с залом. И вдруг я прям ощутила, что я прям вот упала. И я опять начинаю вот это, знаете, как у спикеров, спикеры говорят, что когда человек готов тебя слушать, он поднимает глаза. И вот это как всплывшие пельмени. Нужно сварить полную кастрюлю пельменей. И вот в тот момент все мои пельмени просто потонули, я потеряла эту кастрюлю. Развалили семянство, выплыло из них. Да, и знаете, что я сделала после того мероприятия? Пошла к доктору. Я пошла проверить щитовидку. Мне очень хотелось. Все нормально, Оль? Ну, успокой нас. Спасибо, что ты сейчас уподобилась. Я, ты понимаешь, женщине. И ты тоже намекаешь, что не все нормально. Нет, все нормально. Потому что я абсолютно такой же человек. Я думаю, может, и мне стоит податься зайти. И сходи, Маша, обязательно сходи. А я думал, что ж с Машей не то все это время. Оказывается. А щитовидочка, Маша. Оль, вот ты сказала, что ты, собственно, всех заражаешь, мотивируешь. О чем ты рассказываешь? На что ты их сподвигаешь? Чем ты их заряжаешь? Вот это как бы, я считаю, что у меня есть хэштег замечательные. Люди от слова замечать. Вот я просто живу и замечаю какие-то жизненные истории. Я их замечаю, они происходят со всеми, а я их замечаю и описываю. То есть я, в принципе, не делаю ничего необычного. Я просто фактически людям показываю их жизнь. Вот и все. Подожди, а ты до лекции знакома с этими людьми? Или это вот первые те, которые приходят? Очень часто, слушай, ну лекции я читаю для разных аудиторий. То есть, ну, например, очень часто для студентов. Студенты — это самая сложная аудитория. Вот, молодежь, да, они все вредные. Они, во-первых, искушенные. Знаете, раньше вот учителя — это были люди, которые прочитали все книги, и аккумулировали все знания, и на них смотрели заранее, как на авторитетов. Сейчас на учителей смотрят вот так вот. Что ты нам дашь, да? Удиви меня, детка. Потому что все то, что ты мне можешь рассказать, я могу в своем гаджете найти за 10 минут. Поэтому удиви меня. И сейчас очень клево прокатывать стори-теллинг. Это когда ты любые знания упаковываешь в какой-то красивый кейс, интересный, потому что все знания, слайды никто не запоминает. А если рассказать какую-то историю, что, представляешь, я шла, случилось то-то, 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 и человек запоминает образ. Из личного опыта. И теперь, Оля, вот теперь у тебя будет шанс. Ровно после клипа. Сейчас готовим историю. И возвращаемся с ней. Никуда не уходите. Мы с вами здесь. Странный вечер продолжается. Очень интересно. Будет не скучно. Друзья, друзья. Друзья, давай вот так сразу же с балагана включаемся к беседу. Ольга Савельева сегодня у нас в гостях. Популярный блогер, писатель, ахриколонки в журнале СНОП. И плюс еще общественный деятель. И плюс еще выступает с мотивационными лекциями. Вот мы... Да, да, да. И это еще, друзья, не полный список. Маша, Маша новая, Майк Войс. Кстати, у нас есть одно отличие с Машей. У Маши есть планшет. У меня нет. Не потому, что меня понизили, сократили мне оклад. Нет, абсолютно не поэтому, а лишь только потому, что я Олю знаю, ну сколько, ну года два я знаю. Мы проводили уже столько с ней мероприятий. Наконец-то Ольга вот здесь у нас в гостях. Это же неделя моя, ходят мои соседи. Ольга, скоро придет моя собака. Все, все обязательно. Нет, просто если ты поедешь в маршрутке, будешь передавать за проезд, и так чувствую, завтра водитель придет. Да, да, да. Здравствуйте, это Вазген, мой водитель, да? Это Ольга Савельева. Нет, это Ольга Савельева. А водитель как раз придет? Я тебя подвезу, так и будет. У меня стаж без аварийного вождения 12 лет. Я тебя подвезу. О, на секундочку. Круто. На минуточку. Уже уйдем от стажа, от вождения. Я уже не девушка, меня подвозили. Знаешь, что ты не гадал? Да, да, я хороший экзамен. Слушай, ну, по поводу журнала. Ты упомянула журнал СНОП, ты там пишешь. У тебя там колонка, у меня колонка. О чем? О жизни. О жизни все понятно, двигаемся дальше. Но я так понимаю, что это же не первый журнал, в котором ты писала колонки. Был еще один женский журнал, такой розового цвета, да, там с космосом связано название. Space, Space Magazine. Скажите, пожалуйста, Ольга, почему же не сложилось? Ну, ты знаешь, это забавная история. Да, я была молода, и мне нужны были деньги. Поэтому я стала предлагать себя во всей журналу, пытаясь с литературным талантом монетизировать его надо было. Я писала в женский журнал, да, заливая аудиторию, у которого женщины, девушки, девушки точнее. Это важно. Девочки практически. Вот. И не сложилось он у меня, потому что все мои статьи безжалостно правили. Например, последнее, после чего я просто поняла, что я не смогу писать, это когда мне сказали, вы знаете, слово целесообразно, это очень длинное слово. Для нас и целевой аудитории, оно не посильное. Можете как-то сократить? И я думаю, ну если от целевой аудитории не знают слово целесообразно, то, наверное, нам не по пути. Ну потому что, ну это что, должно быть какие-то рубленные фразы, понимаешь? И вот, да, не все целевые аудитории ваши. Под гнетом цензуры, в общем-то, ты выбрала другой путь. Да, да. Оль, ну ты реально очень круто пишешь, я вот сегодня зачиталась. Очень интересно и с юмором, и как-то с иронией. Знаешь, мне в блоге всегда говорят, люди, которые не знают, что я уже пишу книги и издаю, они говорят, вам бы книги писать. А, да. У меня в каждом запастись, как бы книги писать. Вот и отличное, вот и отличное вступление. Подожди, а я хотела вот другой вопрос. Прям вот быстренько, прям вот каратенечко. Где ты училась? Откуда такой слог литературный? Классно. Да, знаете, вот это мой главный посыл, что талант это некая врожденная такая вот история. Просто нужно понять, к чему у тебя лежит душа, и туда идти. То есть я писала изначально, я еще с детства обожала писать сочинения, я писала там за весь класс, понимаешь? Я просто понимала, что я куда-то туда пойду. То есть, в принципе, училась я на специалиста по связи с общественностью, и сейчас я тоже... С нами свяжуешься, мы же общественность здесь. Да, я вам связываюсь с вами, вы тоже общественность. То есть это все равно все было очень близко, но... То есть профессионального образования у меня нет, потому что в литературный институт имени Горького меня не взяли. Дело в том, что мне было 16 лет, я думала, что я великий поэт. Я думала, что я великий поэт. Я отлично рифмовала слова «любовь», «кровь», «морковь». «Морковь», да, да. «Моя любовь полнует кровь, возьми же вновь свою морковь, приди». Вот это все. Вновь и вновь. Вновь и вновь, и мне казалось, что это гениально. Я вообще не поняла, почему меня не взяли. Потому что эти неучи бездарь не нашли во мне. Гениально. Как здорово, что этого не случилось. Спасибо тем великим людям, которые не разглядели во мне поэта, потому что его там и не было. Так что, друзья, если вас куда-то не взяли, не отчаивайтесь. Возможно, ваша жизнь сложится еще и лучше. Не разглядев во мне поэта, его там, в принципе, и нет. И нет. Да, да. У Ольги нету также и профильного образования. Мы сейчас могли увидеть. Просто она поцелована Богом. Нет, мне интересно, какой пост. Я не плачу его за рекламу. Подожди, мне интересно, какой пост после сегодняшнего эфира появится. А ты же в этом разбираешься. Ты потом и расскажешь. Мы вот все вокруг да около ходим, дорогие друзья. Все там. Вот Маша что-то почитывала в Фейсбуке, там какие-то заметки на полях и прочее. Но на самом-то деле, что насчет основной деятельности? Тех самых фолиантов, издаваемых и раскупаемых на момент предзаказа уже. Ольга? А, можно, да? Можно. Наступило время пиара. Да. Отлично. Да нет, ну, ребят, ну, правда, на самом деле, я сама на себя всегда шучу. Я называю себя не писателем, а пясака. Да. Типа, я пясака. Я этого успеха не ждала. У меня страшный комплекс синдром самозванца. Каждый раз, когда ко мне приходит успех, мне все время кажется, что это случайно. И когда мне тут звонят, я говорю, вы знаете, вы победили в конкурсе там «Женщина года». Я говорю, никто не пришел, наверное, да? Вы же просто участвуйте. Я из-за неявки соперник. Ну, потому что, как это я реально побеждаю? И у меня вот этот комплекс самозванца внутри меня постоянно сидит и постоянно не гундит, что это, ну, что просто нет, нет, сейчас прибегут и тебя разоблачат. Я говорю, ну нет, ну нет. Ну, это правда, первую книгу, то есть, ну, не то, чтобы я, конечно, хотела, чтобы была книга, да, но я просто была блогером, ко мне в итоге пришло издательство, и говорит, давай тебя издавать. И то, что ее там раскупают на стадии предзаказа, то есть, она даже до магазина не доезжает, а ее уже раскупают. Я думаю, ну, это случайность. Ну, конечно, это случайность, это же не потому, что я хорошо пишу. Ну, конечно, а вот самая ирония, мне кажется, и двигает тебя все дальше, дальше, дальше. Ну, я надеюсь, да, что людям со мной не скучно, потому что, ну, конечно, есть какие-то уже вещи, против которых, ну, мне сложно. Ты заскучал, да? Говорите, говорите, я всегда зеваю, когда мне интересно. Нет, ну, подожди, если бы ты сказала, да, я великая, на этом можно и остановиться. Можно я расскажу, какая у меня мечта? Когда я была маленькая, я сидела на уроках, и в уроке, в учебнике литературы я разрисовывала, подрисовывала розки, вот это все, вот всем классикам, понимаешь? Гоголь просто несчастный был постоянно с какими-то бантами, с какими-то дополнительными частями тела нарисованных. И я, моя мечта теперь, чтобы прилетел бумеранг, чтобы какой-нибудь мой рассказ опубликовали в каком-нибудь детском учебнике литературы, и там будет моя красивая фотография, я буду лежать, красиво, почему лежать? Сидеть. Сидеть. По Фрейду. Нет, ну может, может, да, может. И они закроются тебе зуб. Это просто банан. Банан, да. Миша, просто банан. Вот, и я буду, я опять лежать, когда я буду сидеть, возлежать на диване, и там будет написано, ну, это классик современности, Ольга Савельева, и какой-нибудь Вася Петечкин, он скажет, ах, это, блин, мне задали ее на дом, и он мне отомстит за всех моих гоголей. И он нарисует мне столько всего лишнего лишнего. И пришлет фотку к тебе, да, да, это будет моя мечта. Круто. Все, ты понял, да, как мы сделаем? Перед тем, как мы уже перейдем к нашим игрулям и прочему, я хотел бы отметить наряд сегодняшний, потому что, кто нас слышит, но не видит, сегодня вот это апельсиновое платье. Да, апельсинка. Апельсинка. Да, и браслет. А знаешь, почему первая книга «Апельсинки»? Апельсинки. Два раза ее презентовал. Я читала. Да, можно подождите, у вас обязательно игрульки, можно я расскажу? Да, да, конечно. Очень прикольная история про апельсинки. Дело в том, что название «Апельсинки», оно не просто так. Оно потому, что в самой книге зашифрована история, что от осинки не родятся апельсинки. Если ты ее читаешь, а я так и задумала, что человек, не знаешь, о чем книга, значит, он ее читает, 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 и в конце уже на самом вот, понимаешь, уже на последней страничке там расшифровывается, что, ребята, от осинки не родятся апельсинки. Он такой, а, я все понял. Да. Вот. И в итоге редакция присылает мне на согласование обложку книги «Апельсинки». И знаете, что написано на обложке? Ну-ка. На обложке вот такими буквами написано «От осинки не родятся апельсинки». Я говорю, ребята, я правильно понимаю, что если бы я писала детективы, то было бы вот такими буквами написано «Убийца-водопроводчик». Да, да, да. чтобы просто никто не мучился дочитывать детективы а в итоге обожаемое мое издательство с которыми я это клёвая команда они год поля просто ты должна писать а нам вот это то что ты тут на бодяжила продавать поэтому дайте дай бы это сделаем так как мы умеем и все благодаря им вот видимо поэтому там три уже тиража выстрелила команда круто конечно и в команде работать согласна абсолютно мы команда мишка сейчас у нас в нашей команде будет battle давай глаз знаете чему посвящен battle ты сказала в самом начале что нравится рассказывать о своих фейлах и так новый шанс ольга для тебя будет что потом рассказать очень простая игра ничего абсолютно сложного есть песни давно нам известны есть звуки тоже вполне всем нам известны этими звуками нужно будет эти песни петь а почему бы и нет когда готовила эту игру поддумал я вы хотите чтобы это была последняя наша программа у вас будет по 30 по 40 секунд у каждой еще не не придумал сколько я просто буду вас судить а я блондинка я очень просто вот смотри нет нет ты все поймешь любой звук любой любой звук какой звук там гав 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 прекрасно пользу после этого будет включен включен секундомер а вот там сверху нашим богом секундомеры и дальше мы будем соответственно отсюда я тебе буду показывать песни и ты петь будешь вот этим звуком дать не гавкать короче на что делать если я не знаю песни я очень мало если мы готовы я прошу себя в гав-гав оставляем прекрасный понятно я придумала название группы но мне кажется это будет пошло это не кобель четыре матерных слова это слова запретили мне говорить друзья это каркар каркар каркаркаркаркаркаркаркаркаркарккаркккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккк Ваше благородие дальше. Кар-кар. Кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар. Кар-кар. Кар-кар-кар-кар-кар-кар. А, это она? Почти. Да, а, кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар. Да, да, да. А, ну это ваша... А, я поняла, какой репертуар хотя бы на стране ЭФМ. Миша, мы будем мучить сейчас тебя. А что это я? Нет, садись, 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 что ли, да? Можно, можно, да, давай, вытягивайся. Нет, просто репертуар ваш мне уже понять. Эх, давай. Ну нет. Весь блатняк, Михаил, собрал для себя. Дуц-туц. Дуц-туц. О, дуц-туц. Вот мог бы, конечно, круто быть этим рэпером. Давай, готова, Оль. Да, я готова. Все, три, два, один, поехали. Давай, давай, давай. Дуц-а, ду-дуц. Нет, давай следующий. Нет, ты че? Ну, дуц-дуц-дуц-дуц-дуц-дуц-дуц. Сразу понятие про Ольга. Мама Люба, давай, следующий, давай, я пьюсь могу. А-а-а. Туц-туц-ту-ду-дуц. Ду-ту-ту-ду-дуц. Ту-дуц-а-ту-ту-ду-дуц. Да, ду-дуц-ду-дуц-ду-дуц. Миша, мы не, да, осмотримся гитаром. Я просто хотела понять. Сейчас, подожди. Давай, вот это. Я не знаю. А-а-а-а, ду-дуц-дуц-дуц-ду-дуц-дуц-дуц-дуц-дуц-ду-дуц-дуц-дуц-дуц-дуц-дуц-дуц-дуц-дуц-дуц-дуц-дуц-дуц-дуц-дуц-дуц-дуц-дуц-дуц-дуц-дуц-дуц. Конечно, конечно, Михаил всегда у нас такие весело интересные. И конкурсы, правда после них не можем отдышать. Оль, ты вообще азартный человек по жизни? Я обожаю. Игривый? Я очень люблю… Какая ты в семье? Ты все время со своими детишками играешься? Я обожаю играть со своими детьми, но играю с ними только тогда, когда есть настроение Просто я уставшая, пришла с работы и понимала, что что-то давно с ними не играла И они чувствуют вот эту эмоцию, они чувствуют усталость И они тогда говорят, мам, даже вот не насилуй себя Они понимающие такие Очень важно быть включенным в игру У меня вот муж такой, он если играет, то есть они прям там все, они прям, он по-настоящему прячется Ему прям важно спрятаться от двухлетнего ребенка И если она его не нашла, он прям счастлив по тот момент Даже в любом мужике всегда живет ребенок, понимаешь? Конечно Да, а я вот прям прячусь, я вот в этот момент стою и думаю Блин, я вот сейчас пять минут стою за шторой, могла бы постирать И могла бы пыль забереть Да, и я там и пыль протерла, понимаешь, или еще что-то поделала Заодно же я за шкафом стою, я же могу и пыль протереть Конечно, да, да Я же, понимаешь, я пока играю, там во всю мою игру зашиты интересные дела Папа играет в мавзолей, например, да А ребенок, он просто в этот момент у меня сет в акта А мама, она говорит, а давайте антресоли разберем, я знаю, что там в самом конце клад На острове Сокровищ, понимаешь? Да, вот так я эксплуатирую детский труд своих детей Смотри, но ты постоянно пишешь про свою семью, про своих детей, про мужа Как они вообще относятся к тому, что они тоже такие же, как и ты, публичные личности? Им это нравится? Или, может быть, они говорят, мама, ну, пожалуйста, не пиши про меня больше Нет, ну, например, сын, он, например, с удовольствием спрашивает Мама, ты уже написала? Я у него с ним согласовываю, контент обязательно Это мой личный контент-менеджер Да, я говорю, можно я напишу эту историю? Можно Сколько лайков? Он не очень понимает, как это, но ему важно, сколько лайков Муж, ну, он, понимаешь, он в момент, когда расписался со мной, он принял на себя Расписался в смысле в ЗАГСе? В ЗАГСе, да, имел неосторожность И вот это бремя, оно идет в комплекте со мной, бонусом Бремя популярности, потому что если его уже узнают, его узнают и говорят Мы вашу жену читаем Словом, хоть читайте Да, 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 да Хорошо, что читаем Мы вашу жену смотрим А теперь еще и смотрим, да Друзья, давайте сейчас посмотрим, послушаем одну музыкальную композицию Оль, очень много вопросов к тебе, честно И вернемся смотреть Ольгу Савельеву дальше Быстренько уходим и вернемся, поехали Вернулись, вернулись к вам вновь, друзья Недолго нас ждали Что ты обманываешь, ты не уходил никуда Наша разлука Я все здесь, ваш глава Майквоз, Ольга Савельева Оль, ну вот смотри, мы разобрались, как ты стала писателем То, что ты стала изначально блогером А как ты блогером-то стала? Блогером я стала, вы не поверите Блогинг, мир блогинга открыл для меня продавец шаурмы Это правда Я просто, меня очень сильно поразило материнство, когда оно со мной случилось Потому что оно не было таким радужным, как нарисовано в журналах Мы очень ждали ребенка первым, мы очень его хотели И вдруг это превратилось А я такая востребованная в FIFA Я все время бегу на какие-то совещания Ты такая бизнес-леди, да, была? Да, я чиновник была У меня там разрываются телефоны Все-то там меня ищут, все И вдруг я родила ребенка Ну, как бы не вдруг, 9 месяцев, все нормально И вот муж красиво одевается утром, уходит в костюме на работу В его жизни ничего не меняется, кроме того, что вечерами Можно красиво фотографировать розовенького карапуза А моя жизнь кардинально изменилась, потому что сменился круг общения Сменились темы для разговоров Даже бутылка упала И я очень сильно растерялась, я испытывала стресс и поняла, что я вдруг резко превратилась в некую прислугу при вот этом малыше А меня, вот Оль Савельевой, вот этой вот востребованной фифе нет И у меня были очень клевые, знаете, фантомные звонки Знаете, что это такое? Это когда ты очень хочешь, чтобы тебе позвонили, а тебе не звонят И ты идешь в ванну, включаешь воду И в этот момент тебе кажется А, вот сейчас Вот сейчас, конечно, мне звонят И ты выбегаешь, мокрый, на голове что-то накрутил В полотенце, выбегаешь, бежишь к телефону Но нет, там нет звонков, никому ты не нужна И я стала писать, просто чтобы найти опять себя Потому что это то, что интуитивно меня всегда спасало И вообще не думала, что это как-то можно аудиторию собирать И давайте я буду блогером Не было такой цели Просто в один момент ко мне в личку пришел милый молодой человек И сказал, а можешь сфотографироваться с моей шаурмой? Шаурма это такая, ну знаете, лаваши и мясо А я спросила, а зачем? Он говорит, слушай, у тебя так много читают У тебя весь район наш читает И все узнают, что у нас теперь шаурма Я говорю, серьезно? А где посмотреть вообще количество людей, которые меня читают? И вот тут чудесный мир блогинга открылся мне Я блогер, ребята И в этот момент, знаете, какая ответственность? Когда ты вдруг понимаешь, что каждое утро тебя читает небольшой город Подожди, а ты куда выкладывала посты? В фейсбук А, в фейсбук Но ты не смотрела, сколько там именно просмотров, комментариев? Я не смотрела, ничего там не лая Ну то есть как бы я написала, и это чтобы начну не в стол И все, и ушел Да, просто я гуляю с ребенком Вот я пишу там на телефоне Вот все, опубликался Не было в этом никакой, там, ага, вот сейчас люди приходят и спрашивают, как мне стать блогером? Через какое время я смогу монетизироваться? Я говорю, ребята, понимаете, я даже не могу ответить на эти вопросы У меня все произошло само, у меня болтало по жизни, понимаешь, и прибило к этому берегу Вот, такая веселая история Слушай, ну это крутая история Наверное, я когда-нибудь придумываю легенду Я придумываю какую-нибудь легенду о том, что я спала, и мне пришел, поцеловал кто-нибудь, кто? Продюсер, наверное? Нет? Может, продюсер? Я думала, может быть, кто-нибудь великий, какой-нибудь писатель, понимаешь, ну пусть будет великий продюсер Он тебя поцеловал в макушке и говорит, просто пиши И это как, да И все, и сейчас у тебя, подожди, и сейчас у тебя выходит уже как раз-таки какая книга У меня третья книга выходит, ребята Давай о ней поговорим Это будет самая крутая книга, потому что, если первая книга была про отношения, она была про раненых девочек, у которых были сложные отношения с родителями Вторая книга была «Моя мечта», это мои рассказы все, которые из сети, самые популярные были собраны А третья книга, она актуальна для всех, потому что она про отношения Про отношения между полами, про отношения, это актуально для всех Даже если у вас нет отношений, это все равно тоже ваш выбор Да, вы все равно в отношениях Да, это все равно отношениях А муж уже одобрил, процензурировал? Да, я принудительно его заставляю цензурировать Я себе говорю, ну можно я тебя прочитаю? Он говорит, я тебе доверяю Ну пожалуйста, ну пожалуйста С ним сложно, он просто мне доверяет, и такой карт-бланш мне выдал Жги Подожди, там есть какая-то основная сюжетная линия? Или это некий набор твоих очерков? Да, там очень важные жизненные моменты, которые мы преодолели вместе. Мы же тоже не идеальная пара, то есть у нас нет, у нас очень сложные там отношения были. Мы там иногда они были прям совсем на грани. И вот что нам удалось, как нам, 16 лет мы в браке, как нам удалось преодолевая все сложности, с которыми сталкиваются люди. Сейчас просто, знаете, век тиндер, ну вообще, ну реально, но сейчас за отношения никто не борется. Тебе что-то не устроило? Свайп влево. Да, слушай, сейчас я говорю, сейчас отношения как тостер. Вот у меня перегорел тостер, мне даже в голову не пришло, что, наверное, можно где-то починить, куда-то... Я просто выкинула, да, этот купила новую, там, тысячу рублей. А вот с отношениями так. Раньше же вдвоем было проще выжить, понимаешь? Для людей, люди такие долгосрочные отношения создавали, потому что, ну потому что проще так было жить. А сейчас, ну все настолько самостоятельно, сейчас прекрасно и одному. И если ты заводишь, прям такой глагол, да, отношения, то эти отношения должны тебя вдохновлять. А как только твой партнер там косякнул или что-то не то сделал, так его... В пляже! Конечно! А ты зашел в тиндер и тут же себе на пятницу нашел, где тебя время провести. Оля, мне кажется, я знаю твоего первого читателя. Кому нужна эта книга сразу же! Хочешь? Нет, я не помню, кто сказал, я просто, мне так врезалась в память. Хочешь пойти дальше всех, иди один, дорогой. Вот и все. Нет, и вот мне кажется, это сейчас очень важно. Я не то чтобы прям призываю сохранять отношения, я просто рассказываю, какова цена и что ты получаешь в результате. То есть вот счастье, да? То есть и кулисы семейной жизни, и счастье семейной жизни, и сложности, и все. И не только про себя там, да, и про всех моих близких людей. В итоге получилось, когда я перечитывала, когда мне прислали, я же написала, отправила в редакт, забыла все-все. И тут мне присылают эту книгу, типа, на литературной правке. Слушайте, я так рыдала. Я читаю, думаю, блин, это гениально. Это реально гениально. И я прям, что так. А редактор? И редактор так думал. И редактор. И все сказали, это гениально. И все сказали, это гениально, поэтому, ребята. И да, друзья, сейчас у нас есть уже постоянная рубрика. Поговорите, поговорите, мне надо за планшетом. Смотри, у нас всегда, мы завершаем нашу программу, у нас есть такая традиция, блиц-опрос. Ну, Юрика, знаешь, как это проходит? Это такие короткие вопросы, и ты должна быстрые ответы давать. Ну, еще просто, ты задаешь мне вопросы, и я в этой телерадиопередаче на них отвечаю. Ну, естественно, наоборот, да. Ну, Миша же не мог мне разыграть. Для меня самое важное в жизни? Семья. И типа жизни с юмором это? Это мой выбор. Если бы сейчас был 1018 год, что бы ты делала? Я бы ждала 19-й. А 3018? Я бы на космолете летела бы... Я бы летела на космолете и переживала, не отключили ли горячую воду. Ага. Когда я буду такой же креативной, умной, но старой уже? Ольга Савельева, я скажу своим праправнукам. Давайте зажжем. Если бы не юмор, я бы сейчас... Здесь не сидела. Если бы одной шуткой можно было бы спасти жизнь Маши, что бы это была за шутка? Это было бы просто комплимент Маше. Маша, прекрасно. Спасибо огромное. А просто сейчас в ответочку сразу же. Красота или юмор спасут мир? Не и, а и. Замените предлог. И красота, и юмор. Красота, и юмор спасут мир. Вот на этой мудрой фразе мы завершаем сегодняшнее интервью с Ольгой Савельевой. Да, спасибо огромное. А мы еще вернемся, мы остаемся здесь. Единственный в России. Музыкальный, информационно-развлекательный телеканал с синхронным вещанием в FM-диапазоне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова